В эфире итоговый выпуск программы Бугинформ. Я Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте? Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым, насыщенным и, как мне кажется, достаточно интересным. Коротко о главных событиях. Вопросов легких, простых на горячей линии от брещан не поступает. Каждый для обратившегося человека глобальный. Задача представителей вертикали власти – решить их. Председатель Брестского обл. полкома Анатолий Лис и мэр города Бреста Александр Рогачук провели прямые телефонные линии с жителями региона. Сотрудничество для развития экономического потенциала двух стран. Брест с рабочим визитом посетил посол Литовской республики в Беларуси Андрюс Пулакас. Реализация плана в сферах промышленности и туризма должна способствовать укреплению дипломатических, партнерских и бизнес-отношений. Как создавать конкурентоспособную продукцию и на чем строится секрет успеха современного предприятия? Ответы наши корреспонденты искали на одной из ведущих промышленных площадок Бреста – на открытом акционерном обществе «Брестмаш». Профессиональный праздник отмечают машиностроители Беларуси. Брест превращается в велосипедную Мекку. Первая в Беларуси экспериментальная велодорожка появилась в городе над Бугом. Отныне велосипедист – полноправный участник дорожного движения. Мир и война глазами юных художников. В Музее обороны Брестской крепости открылась юбилейная выставка работ регионального творческого проекта «Рисуют дети». Об этом и не только. Смотрите прямо сейчас. Сегодня, 23 сентября, прямые телефонные линии по всей стране провели председатели областных и городских исполнительных комитетов, а также главы администрации районов. На вопросы волнующие жителей Брестской области ответил губернатор края Анатолий Лис. За три часа получить ответ на свой вопрос смогли 30 человек. Тематика традиционная, разнообразная. Это жилье и коммунальные услуги, благоустройство, дороги и транспорт. Губернатор поручил детально разобраться по каждому вопросу. Анатолий Лис подчеркнул, некоторые проблемы звонивших можно и нужно было решить еще местным органам власти. Однако были и такие, что требуют внимания на уровне области или даже страны. Вместе с тем стоит отметить, что с того момента, как появилась практика проведения прямых телефонных линий, органы власти на местах стали работать эффективнее. Такая форма работы подстегивает и стимулирует, позволяет выявить имеющиеся проблемы и найти решение. Это однозначный вывод председателя Брестского городского исполнительного комитета Александра Рогачука, который более трех часов общался с горожанами онлайн. Вопросы рассматривались по деловому оперативно. Главное, в такой форме работы как можно больше людей услышать, дать им возможность высказать наболевшее. Как всегда, с наступлением осени отмечается сезонность вопросов. В этом году мы вышли на очень активный темп капитального ремонта жилого фонда. И я предполагал, что будут нарекания жильцов на качество капитального ремонта, на отсутствие каких-то видов работ. В принципе, эти ожидания не подтвердились. Поэтому те 70 домов, которые в этом году мы капитально отремонтируем, каждый должен быть доведен до соответствующего состояния. И все должно быть разумно. И если проектом капитального ремонта есть объем работ, предусматривающий в подвалах работу, а людям надо заготавливать овощи, делать заготовки на зиму, вероятно, эти работы надо ускорить и сделать людям максимальный комфорт. Помочь людям. В этом и есть суть прямых линий. А потому некоторые моменты Александр Рогачук разъяснял сразу. А это 32 обращения. Некоторые сразу же передавались на рассмотрение главам администрации. Но все поступившие вопросы будут детально проанализированы, по каждому примут решение. О чем говорят итоги прямой телефонной линии. Я хочу два направления выделить по итогам этой прямой линии. Первое направление это на самом деле нам надо серьезно на уровне городских властей подумать, что делать с этими гаражами для инвалидов, которые стоят во дворах домов, которые как правило никак не используются, а используются только как кладовые. И насколько вообще это эстетично, настолько это в принципе соответствует тем целям и задачам, которые эти гаражи должны выполнять. Мы проведем мониторинг, как используются эти гаражи с одними инвалидами, поэтому никто здесь резких движений делать не будет. Вторая проблема это проблема изменения маршрутов общественного транспорта. Это первая линия, где достаточно много было звонков с предложениями сделать так, не делать так и так далее. Поэтому меня в этой ситуации волнует, насколько продумано данное изменение, в частности маршрута номер 4. Нет ли здесь элементов недобросовестной конкуренции, поэтому я возьму этот вопрос на контроль буквально с понедельника, мы проведем рабочую встречу по маршруту номер 4. Конечно, кардинально поменять маршрут, если они раньше с Востока ездили на ЖД вокзал, а теперь этот маршрут завернуть на заречную часть города, наверное, это не совсем правильно. Поэтому будем разбираться и в этом есть польза таких вот прямых линий живого общения. Конечно же, и это отметили наши корреспонденты. Брещане благодарили городоначальника и за полную реконструкцию улицы Янки Купал и за капитальный ремонт домов. Приятно осознавать, что брестский житель эмоционально не выгорел. Он видит и ценит то, что сделано и делается. Личный контакт с людьми – лучшая оценка работы органа власти. Поэтому система встреч с гражданами и прямые телефонные линии, практика проведения которых введена в Беларуси и в частности в Брестской области в 2004 году, популярна среди населения. Можно высказать наболевшие вопросы, которые чиновники на местах не могут или не хотят решить. Эффект двойной. Обратившийся получает ответ, устраивает он его или нет. Другое дело для специалистов госаппарата – это руководство к действию. Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Продолжаем говорить о важном и актуальном. На текущей неделе Брест с рабочим визитом посетил посол Литовской Республики в Беларуси Андрюс Пулакас. В рамках поездки дипломат встретился с представителями областной и городской вертикали власти, а также посетил ряд местных предприятий. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Первым пунктом рабочей поездки чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в Беларуси Андрюса Пулакаса стала встреча с губернатором региона Анатолием Лисом. В рамках открытого диалога руководитель области и представитель дипломатической миссии обсудили направления, в которых Литва и Брестский регион могли бы найти точки соприкосновения. Товарооборот за январь-июль 2017 года составил порядка 30 миллионов долларов, однако эта цифра может быть существенно выше. Активно занимаемся, значит, мясным скотоводством. У нас всего скота крупно-рогатого более 900 тысяч калорий. Из них 300 тысяч калорий. Поэтому вот такие огромные молока приличные. Мясо производит мясо птицы, свиньи, крупно-рогатого скота более 200 тысяч калорий. И, следяя за этого, конечно, приоритетом промышленности у нас является переработка из-за хозяйственных продуктов. К слову, именно пищевая и перерабатывающая промышленность призваны стать точками пересечения интересов. Особое внимание представители дипломатической миссии проявили к отдельным предприятиям, в частности, Брестскому ликероводочному заводу «Белалка». В этом году предприятие отметило свое 120-летие. Сегодня это не просто завод. Это комплекс, оснащенный современным оборудованием, имеющий мощную сырьевую базу и профессионалов-специалистов. В лабораториях разработчики экспериментируют с необычными вкусовыми решениями, которые могли бы понравиться литовскому покупателю. Посетило делегации предприятия «Санта-Бремар». Производство молока, мясных, мясопереработка – это у нас тоже очень хорошо развито. И я сам вижу тоже моменты для какого-то общего совместного или производства, или выхода на европейские рынки. Потому что все-таки наша литовская промышленность ориентируется полностью на западные рынки, на дальние рынки, на ненавосточные рынки. Как говорится, мы там, знаете, по тем или другим причинам возможности нам участвовать пока что нет. В рамках визита состоялась встреча Андрюса Пулакаса с председателем Брестского горосполкома Александром Рогачуком. Найти точки взаимодействия в сфере ЖКХ, изучить энергоэффективные технологии. Эти темы получили новое звучание. В преддверии тысячелетия областного центра Брещан особенно интересуют вопросы строительства и ремонта жилфонда. Литовцы имеют серьезные технологии реконструкции старинных зданий. Сегодня такой опыт для Бреста был бы особенно актуален. Все предложения, которые прозвучали со стороны господина посла, они интересны будут нашей экономике. И, соответственно, я уверен, что будут результаты. Вместе с тем меня очень заинтересовала тема реновации, которую сказал господин посол. Наверное, надо изучать опыт Вильнюса, прежде всего, в вопросах капитального ремонта жилого фонда, и особенно жилого фонда, и зданий, которые имеют историко-культурную ценность. Первая группа, которые должны ехать в Литву, в Вильнюс, это должны быть наши уважаемые проектировщики, которые должны немножко получиться, как эти вопросы надо решать на современном уровне. Еще один аспект сотрудничества – туризм. В рамках рабочей поездки в отеле «Эрмитаж» прошла встреча руководителей компаний обеих регионов, оказывающих услуги по организации отдыха за рубежом. Сегодня более 20 брестских турфирм планируют экскурсионные туры в Литву. Наибольший пик активности – рождественские праздники. А таких поездок может быть и больше. Причем как со стороны белорусов, так и со стороны литовцев. Первый шаг на пути укрепления дипломатических, экономических, туристических отношений сделан. Теперь самое важное – подкреплять эти позиции не словом, а делом. Есть интересные такие темы. И мы будем встречаться и с представителями бизнес-организаций, с торгово-промышленной палатой, с представителями свободно-экономической зоны. Посмотрим все возможности и сделаем все, чтобы Литвы было бы немножко больше в Брестской области. Анастасия Наздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Ежегодно в последние воскресенья сентября в стране отмечается День машиностроителя. В календаре профессиональных праздников эта дата обозначена особенно. Белорусское машиностроение является одной из ведущих отраслей экономики, которая обеспечивает не только значительную часть волового продукта страны, но и является своеобразным брендом нашего государства за рубежом. Например, на полях далекой Венесуэлы или соседствующей России можно встретить большие самосвалы Белаза, тракторы и автомобили Минского тракторного и моторного заводов. Причем приобретается не только сама техника, но и станки для ее изготовления. В преддверии профессионального праздника наш корреспондент Анастасия Наздрин-Плотницкая побывала на одном из предприятий отрасли, открытом акционерном обществе «Брестмаш» и узнала, чем сегодня представлено машиностроение и как развивается это производственное направление. Изо дня в день мы перемещаемся по городу, используя для этого как общественный транспорт, так и личное авто. Поднимаемся от этажа к этажу на лифте, употребляем продукты питания, созданные на больших производствах. Практически во всем этом нас сопровождают машины и механизмы, созданные руками инженеров машиностроительной отрасли. Рынок активно развивается, а потому у специалистов работы всегда много. Как сделать оборудование на производствах более современным? На какую продукцию есть спрос? Ответы на такие вопросы машиностроители ищут ежедневно. В последние годы основное внимание на белорусских предприятиях уделяется техническому перевооружению, внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий. Эти тенденции актуальны и для брестского производственного формата. Машиностроительная отрасль – это сердце индустрии. Благодаря нашим машиностроителям проводится техперевооружение и модернизация наших производств. И, соответственно, выпускается конкурентоспособная продукция, которая имеет широкую географию экспортных поставок. Из 70 предприятий города Бреста, 15 предприятий именно работают в машиностроительной отрасли. Это такие предприятия, как газоаппарат, ГФС-техника, Компа, Стим. Один из ярких представителей машиностроительной отрасли в Бресте – открытое акционерное общество «Брестмаш», комплектующие газовым и электрическим плитам, металлоконструкции, оборудование для пищевой промышленности. И это только часть продукции, которую изготавливают в цехах «Брестмаша». Да, не все удавалось сразу. Однако сегодня предприятие переживает новую жизнь. Следование рыночным тенденциям с учетом предложений заказчиков – вот формула успеха, которая активно применяется в работе сегодня. «Брестмаш» по-прежнему традиционно является изготовителем комплектующих деталей для наших лидеров в производстве газовых и электрических плит. Это «Брестгазоаппарат» и «Гефесттехника». Кроме этого, у нас еще и партнеры есть «Гомелектроаппаратура», которая тоже выпускает газовые и электроплиты, а также украинский партнер – компания «Грета». Это одна из составляющих. Для нас, безусловным ключевым партнером является «Газоаппарат» и «Гефест», вышеупомянутые. Кроме этого, мы выпускаем насосы роторные центробежные для молочной отрасли, которые мы с успехом поставляем как на внутренний рынок нашей страны, так и на внешние рынки. Это в первую очередь рынки Таможенного союза – это и Россия, и Казахстан, и Прибалтика, Молдова, Украина. Конечно же, душа любого предприятия – его коллектив, люди, которые отдают себя и свои силы производству. Электромонтер Андрей Мишечко трудится на «Брестмаше» более 15 лет. На предприятие он пришел сразу после окончания колледжа и остался. Остался, потому что в другой сфере себя уже не видел. Признается, коллектив здесь хороший, да и работа нравится. Хоть и занят Андрей Валентинович не в самом производстве, но от его профессионализма зависит многое. Андрей Мишечко не только контролирует подачу тепла в цеха, но и производит мониторинг, используемого на предприятии оборудования. Дело важное и очень ответственное. Я обслуживаю компрессорные установки, это тоже очень много зависит. Ну, можно сказать, как бы, энергоцех – это сердце завода, естественно. Снабжаем вода, электроэнергия, то есть вносим непосредственный вклад в машиностроение. Хороший коллектив, работа нравится. Тем более, когда лежит душа к работе, то, естественно, работа идет хорошо. В преддверии торжества Андрей Мишечко, как и его коллеги, стали виновниками и гостями большого праздничного мероприятия. Со сцены в адрес тех, кто занят в машиностроительной сфере, звучали слова благодарности и признательности за такой важный и необходимый государству труд. Лучше были удостоены памятных дипломов и благодарностей. Сегодня сотрудники предприятия с уверенностью смотрят в завтрашний день, потому что понимают – их дело ценят, а продукция имеет своего белорусского и зарубежного потребителя. Новые руководители зачастую выдвигают новые требования. И я безмерно признателен большинству моих коллег, моей семьи большой, потому что у нас 400 человек, которые находят ресурсы, способы и возможности адаптироваться под эти условия, понимают задачу, которую я ставлю. Я ставлю одну задачу – вернуть былое процветание этому предприятию. И я хочу в первую очередь их поздравить с этим большим праздником, праздником с Днем машиностроения, настоящего семейного благополучия, потому что если хорошо в семье, то хорошо и на работе. Хочется, конечно же, прежде всего поблагодарить именно коллектив машиностроителей, которые создают вот эту атмосферу, вот этот профессионализм, который нам позволяет выпускать вот эту конкурентоспособную продукцию. Хочу пожелать, конечно, прежде всего коллективам крепкого здоровья, благополучия, обязательно исполнения тех проектов, которые они перед собой поставили, и всего того самого хорошего и доброго. Анастасия Настерин, Плотницкий, Огород Бакунович, Антон Луковкин. Специально для итоговой программы. Офтальмологическая клиника «Новое зрение» в Бресте уже открыта и уже работает. Для многих брещан эта новость весьма актуальна и неудивительна, ведь именно этот медицинский центр, благодаря сочетанию профессионализма белорусских медиков и качественного сервиса европейского уровня, пользуется спросом как у населения Беларуси, так и у иностранцев. «Новое зрение» в Бресте предоставляет клиентам возможность пройти полное диагностическое обследование на специализированном оборудовании, получить профессиональные и детальные рекомендации от опытных офтальмологов. Вместе с корреспондентами Буктовы мы совершим своеобразный променад по клинике «Новое зрение». Новый взгляд «Новое зрение» – открытие в областном центре Брещена ультрасовременной офтальмологической клиники под широко известным брендом «Новое зрение» стало значимым событием года, и это неудивительно. Именно в «Новом зрении» есть все возможности, чтобы провести высокотехнологичные операции на глазах. Именно «Новое зрение» предлагает весь спектр офтальмологических услуг, которые осуществляются с применением новейших методик и инновационного оборудования. Уже более 800 человек, начиная с августа месяца, прошли диагностическое обследование и получили рекомендации ведущих окулистов. Интересный факт – среди обратившихся граждане России, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов. Клиника располагает всем необходимым, чтобы провести полнейшее обследование глаза и полную картину той патологии, которую можно выявить у человека, который к нам обратился. Сегодня свыше 800 человек к нам обратилось за помощью. Мы установили диагнозы и дали соответствующие рекомендации. И это наши верные пациенты, которые, несмотря на длительное ожидание, пришли все-таки к нам. И это очень радует. В клинике «Новое зрение» все сделано с максимальным комфортом для посетителей. К специалистам можно обращаться по любому вопросу, касающемуся восстановления зрения. Ведь главная задача команды профессионалов – предоставить современный сервис, комфорт и, самое главное, предложить эффективные и безболезненные методики лечения в области офтальмологии с индивидуальным подходом к каждому клиенту. Обследование проводится на современном диагностическом оборудовании. Все оборудование сертифицировано и выпуска 2017 года. Пройдя полную диагностику, врач видит картину заболевания, если таковое есть у пациента, для того, чтобы принять максимально правильное и верное решение для дальнейших действий, в том числе и направления действий. Очень положительное впечатление. Лично я очень рада, что открылась такая клиника именно в городе Бресте, потому что ее очень не хватало, наверное, людям с проблемами. Ну, естественно, обслуживание на высшем уровне. А самое главное, я рада, что лично мне подарили надежду сегодня. Специалисты офтальмологического центра «Новое зрение» дарят людям уникальную возможность вылечить близорукость, дальнозоркость, астигматизм с помощью современных эффективных методов лазерной коррекции зрения и навсегда избавиться от катаракты благодаря мультифокальным линзам компании «Рейнер». Используются различные методики лечения и новейшее оборудование, которое позволяет сократить время операции до нескольких минут, а реабилитационный период – до суток. После большинства манипуляций зрительная функция восстанавливается на 100%. Клиника готова принять всех желающих и рассчитана на поток пациентов до 50 человек в день. Прием ведется высококвалифицированными специалистами, имеющими высшую категорию, по всем направлениям офтальмологии, как детского направления, так и взрослого направления. Отдельное внимание маленьким пациентам. В клинике «Новое зрение» для них созданы все условия, начиная с игровых зон в холлах центра, заканчивая индивидуальными приемами в лечении, позволяющими превратить процедуру в игру и справиться со страхом. Атмосфера дружелюбия с первых шагов сопровождает малыша. Мы приехали в эту клинику, потому что мы доверяем этой новой клинике, новое зрение, так как здесь прекрасный персонал, современное оборудование. Жизнь моего ребенка будет в надежных руках. Я доверяю еще раз этой клинике. Безопасно, профессионально и эффективно. Именно так решают любые задачи специалисты офтальмологического центра. Есть проблемы? Необходим новый взгляд? Обращайтесь в новое зрение. О других событиях. 22 сентября в Республике отметили Всемирный день без автомобиля. Не остался в стороне и город над Бугом. В рамках Европейской недели мобильности прекрасный подарок получили все представители велосипедного сообщества. На улице Янки Купалы презентовали экспериментальную велодорожку. Уже через несколько часов все желающие смогли принять участие в велопробеге и на практике попробовать введенные новшества. Как теперь изменится жизнь любителей двухколесного транспорта и куда приведет это совсем не кривая велодорожка, разбиралась Ирина Ольшова. Сегодня самое главное, что мы сделали, мы преодолели психологический рубеж. Да, еще много будет трудностей, скажем так, потому что не каждый водитель сегодня понимает, что это велодорожка. Где-то и погодные условия нам не позволили до конца уже дошлифовать до 100%. Но в этом году мы выпустили, если так можно сказать, мы сегодня разрешили законодательно, мы для этого создали условия велосипедистам двигаться по проезжей части. Это полноценные участники дорожного движения. Теперь автомобилистам придется потесниться. Презентация первой в Беларуси велодорожки – это не только часть большого мероприятия, посвященного Европейской неделе мобильности, но и начало большой работы по развитию городской велоинфраструктуры. Дальше мы будем развивать это направление по всей улице Янки-Купалы. Перейдем на улицу Пионерскую, улицу Пушкинскую. Впоследствии, в следующем году мы завяжем логистику таким образом, чтобы можно было из любой части города попасть в любую часть города, не ощущая и не испытывая особых трудностей по преодолению этих бордюрных камней, которые высокие, не везде занижены. Мы ставим это в приоритет работы госавтоинспекции по развитию мобильной устойчивости нашего города. Людей, кто передвижению на автомобиле предпочел двухколесный транспорт, в Бресте немало. Для них открытие велодорожки, расположенной непосредственно на проезжей части, хорошая возможность беспрепятственно и максимально быстро передвигаться по городу. То, что сейчас появилась велополоса на проезжей части, это большой шаг вперед на развитие велодвижения. И мы рассчитываем, что таким образом Брест станет велостолицей, станет местом, где действительно отсюда начинается развитие велодвижения. И мы рассчитываем, что все больше людей каждый год будет пользоваться велосипедом и заменять таким образом, решать городские проблемы. Такие, как качество воздуха в городе, такие, как парковка во дворах, такие, как пробки на дорогах. Мы все, жители города Бреста, очень любим Брест. И мы очень хотим, чтобы он был не просто красивый, удобный, но экологически чистый и продвинутый в плане инфраструктуры для велосипедистов. Мы все понимаем, что это было не так просто в нашем городе сделать. Ничто не было не готово, но огромное спасибо нашему руководству областного ГАИ, которое все-таки сделало этот шаг. Мы его долго ждали. Новый объект инфраструктуры дорожного движения размещается на улице Янки-Купалы. Его протяженность около двух километров между улицей Гродненская и Партизанским проспектом. Велосипедная часть трассы размещена по краю проезжей части и выделена конструктивной полосой. Зона безопасности 40 сантиметров, рабочая зона для велосипедиста метровая. С другой стороны мы поэкспериментировали, сделали 80 сантиметровую рабочую зону и 20 сантиметровую зону безопасности. Посмотрим, как она себя зарекомендует. И в дальнейшем будем там, где это возможно делать, где нет, будем применять иные методы. Что здесь еще инновационного? Здесь мы постарались совместить и парковку транспорта, и проезжую часть для движения автомобилей, и проезжую часть для движения велосипедистов. Опробовать достоинства новой велодорожки, а также выразить свою поддержку Всемирному дню без автомобиля, в Бресте собрались около 180 велосипедистов. Представители общественных объединений, государственных организаций, студенты и школьники. Всех объединяет любовь к велосипеду и желание внести свой личный вклад в развитие велодвижения. Не остались в стороне от велопробега и профессиональные экологи. Мы разделяем общий посыл данного мероприятия, направленный на обращение внимания общества, на вопросы, связанные с влиянием выбросов загрязняющих веществ от автомобильных источников в атмосферный воздух. Во-вторых, безусловно, велосипед – это наш верный, экологически безопасный, надежный друг. Стартовал велопробег от Грибного канала, чтобы финишировать через полтора часа у спортивного комплекса «Виктория». Всемирный день без автомобиля для брестских велосипедистов продолжается. Госавтоинспекция дает добро. Ирина Альшева, Андрей Щербантон-Луговкин – специально для итогового выпуска. В День мира 21 сентября в Бресте в Музее обороны Брестской крепости открылась выставка победителей и участников 10-й региональной творческой акции «Рисуют дети». Дата открытия вернисажа «Брестская крепость. Рисунки памяти» выбрана не случайно. Организаторы хотели подчеркнуть символичность общей темы детских работ. Священного места, где проливали кровь наши предки и хрупкости мира, в котором мы сейчас живем. С участниками конкурса пообщалась и наш корреспондент Ирина Альшова. На протяжении 10 лет несколько залов Музея обороны Брестской крепости превращаются в детский вернисаж. Представленные здесь произведения юных художников и каталог их работ – это итог творческой акции «Рисуют дети». Представлены сейчас 73 работы. Всего было две номинации. Номинации у нас посвящены юбилейным датам, которые были отмечены в этом году Брестской крепости. В этом году крепости – 175 лет и нашему посту памяти – 45. Соответственно, номинации одна называется «Брестская крепость. Наша история», а вторая номинация – это «Часовые победы». Работы в основном представлены в технике, выполненной гуашью либо акварелью. Творческий проект проходит на территории мемориала ежегодно 1 июня, в День защиты детей. В этом году участие в нем приняли юные художники из Бреста и Малорицкого района, представив свое временами совсем не детское видение военной темы. И не случайно организаторы приурочили открытие экспозиции ко Дню мира. Это очень символично. Это очень символично, потому что без памяти нет будущего. И то, что сегодня рисуют дети, как они видят то суровое прошлое, которое пришлось пережить нашему народу – это очень важно. «Моя любимая Брестская крепость» – этот лейтмотив творческого проекта рисуют дети, выбранный организаторами 10 лет назад, как нельзя лучше раскрывает суть конкурса. Каждый из 73 юных авторов по-своему переосмыслил историю крепости и представил свое понимание темы мира. Это очень трудно передавать эмоции людей, других людей, почувствовать, что они чувствовали в то время, во время войны, во время такой тяжелой жизни. И мне очень хотелось, чтобы люди, смотря на мою работу, чтобы они понимали, как они счастливы, как хорошо, что они имеют сейчас мирное небо над головой. Более половины юных участников конкурса – дебютанты. Для них творить на священной земле легендарной Брестской крепости – уже саму по себе награда. Мне очень понравилось рисовать. Я первый год рисовала, но я в таком участвую. Мне очень приятно видеть свою работу в этом музее. Было сначала страшно. Я думала, что у меня не получится ничего, что краски будут разлетаться. Так и было. Но мне очень понравилось. Приятно видеть работу в своих книжечках. И не зря мы несколько часов рисовали на холоде. За 10 лет существования конкурса и выставочной деятельности юными художниками создано более тысячи рисунков. Их все объединяет общая тема – Брестская крепость. Очень важно, что сегодня наши дети мечтают о мире. Сегодня, в Международный день мира, они рисуют, они и выходят на праздничные мероприятия, на митинги, выпускают голубей, пишут пожелания свои в защиту мира, что они хотят. А юные художники хотят мира. И не только в своих картинах. Это были итоги недели. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов. Так что не переключайтесь, кто не успел увидеть нас в эфире. Есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании буктв.бюай, а также на нашем канале в YouTube. Напоминаем, Буктв вы можете смотреть в базовом пакете интерактивного телевидения «Зала», включив 111 канал. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 24-25 сентября республика в основном будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в умеренно теплой воздушной массе. На Бречне еще сохранится влияние малоактивного фронтального раздела. В областном центре 24 сентября преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью – 13-15 со знаком «плюс», максимальная днем – 17 градусов. 25 сентября синоптики прогнозируют небольшие кратковременные дожди. В первую половину дня возможны грозы. Температурный фон суток будет колебаться в пределах 11-17 градусов выше нуля. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok